Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги пророка Варуха, читается на дальний перевод для библейского портала экзегет. И такая она неожиданная глава. Вот первые три главы мы читали, и там упреки израильтянам. Вы жили по-скотски, вы забыли о заповедях, поэтому наказаны, поэтому в Вавилоне не разрушили Иерусалим, вас угнали в плен. И ваши отцы точно так жили, а вы продолжали их линию действий. Премудрости у вас нет. Третья глава такая поэтическая, которая восславляет премудрость. И, казалось бы, надо продолжать вот это вот такое обличение очень суровое. Нет, неожиданно четвертой возникает мощная такая волна позитива. Ведь если вы осознали свою проблему, вы начали ее решать самим осознанием. Вот книга заповедей Божьих и закон, пребывающий вовек. Вседрежащиеся ее будут жить, а оставляющие ее умрут. Обратись, Иаков, и возьми ее, ходи при сиянии света ее, не отдавай другому славы твои и полезного для тебя чужому народу. Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу. Смотрите, только что было сказано, у вас премудрости нет, а тут как будто она уже есть. Но если появилось понимание, что она нужна, если сделаны первые шаги, уже самое главное, у тебя есть Израиль. И это тебя отличает от остальных. А потому дерзай, народ мой, памятник Израиля. Значит, памятник Израиля. Ну, то есть, Израиль, в общем-то, исчез с карты мира, но вы его остаток. Остаток, обычно это называется, здесь слово памятник. Вот то, что не позволяет забыть, то, что не дает окончательно исчезнуть этому понятию. Вы преданы язычникам не на погибель, но за то, что вы прогневали Бога, вы преданы врагам. Ибо раздражали сотворившего вас, принося жертву бесам, а не Богу. Ну, то есть, языческие боги здесь, как бесы. Вы забыли питающего вас вечного Бога, а также огорчили воспитавший вас Иерусалим. Ибо он видел, пришедший на вас гнев от Бога, и говорил, слушайте, сожители Сеона, Бог навел на меня великую скорбь, ибо я видел пленение сыновей моих и дочерей, которые навел на них вечный. Я питал их с радостью, отпустил с плачем и горестью. То есть, вы раздражали Бога, вы огорчили свой родной город, который здесь, как такая женщина, провожающая своих детей. Никто не радуйся, а мне вдовствующим и оставленным многими. Я опустел за грехи детей моих. По-русски город и Иерусалим женского, мужского рода, по-еврейски женского, поэтому вдовствующая я, оставленная, опустела. Я опустела за грехи детей моих, ибо они уклонились от закона Божия. Не познали уставов его, не ходили путями заповеди Бога, и не вступили на стези учения в правде его. Придите, сожители Сионы, и вспомните пленение сыновей моих и дочерей, который навел на них вечный, ибо он навел на них народ издалека, народ наглый и наязычный, ибо не устыдили старцы, и не жалились над младенцем и увели у вдовы сыновей возлюбленных и лишили одиноко дочерей. Казалось бы, все, обличение, 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 да, но начинается, дерзай, народ мой. Чего ж тут дерзать-то? Я же чем могу помочь вам? Иерусалим говорит, да, вот их родина. Родина-мать зовет у нас, она обычно с мечом, а здесь родина-мать зовет с покаянием. Я же чем могу помочь вам? Кто навел на вас сие бедствия, тот и избавит вас от руки врагов ваших. Идите, 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 ибо я осталась пуста. Я уж перевожу в женский род, потому что как-то мужской здесь совсем не подходит. Я сняла с себя одежду мира и оделась в ретищем, молением и его буду взывать к вечному во дни мои. Иерусалим разрушенный, поруганный Иерусалим, сам молится о них. Конечно, это поэтический образ. Молиться может только кто-то, кого из сознания. Город — это понятие абстрактное. Но вот взывает к Богу, очевидно, вот просто призывает его народ от имени Иерусалима, скажем так. Напоминаю о том, что на этом городе наречено его имя. Дерзайте, дети, взывайте к Богу, и Он избавит вас от насилия, от руки врагов. Ибо от вечного я ожидала спасения вашего, и мне пришла от святого радость о милости, которая скоро придет к вам от вечного, спасителя нашего. Я отпускала вас с печалью и горести, но Бог возвратит мне вас с радостью и весельем навеки. Ибо как ныне сожители сего навидели пленение ваше, так увидит скоро спасение ваше от Бога, которое придет к вам с великой славой и величием вечного. И одновременно, смотрите, взывайте к Богу, и уже обещание того, что избавление будет. То есть, как это, сразу помолился и хоп, и получился? Не обязательно. Но вот то состояние, когда молитва дает успокоение, ты излил свою печаль перед Богом, ты знаешь, что Он тебя не бросит. А как там получится, это вот уже детали. Дети, потерпите, постигший вас от Бога гнев. Преследовал тебя враг, но ты скоро увидишь погибель его и наступишь ему на шею. Ну, то есть, сам его победишь. «Воспитанные у меня в Ниге пошли жесткими путями, схвачены, как стадо, расхищенное врагами». И некоторые жалобы одновременно. «Дерзайте, дети, и взывайте к Богу, ибо о вас вспомнит тот, кто навел на вас это». «Какова была решимость ваша, чтобы удалиться от Бога? Увеличьте его в десять раз, чтобы обратиться и искать его». Сумели грешить? Десятикратные силы приложите покаяться. Вы же смогли. Вот теперь сможете. Смотрите, очень депрессивно было бы это все, если бы не было света, если бы не было вот этого, даже не призыва к молитве, но уверенности в том, что молитва будет услышана, как только она будет произнесена. «Ибо тот, который навел на вас сие бедствие, наведет на вас вечное веселье со спасением». Дерзай, Иерусалим. Дерзайте, дерзайте, дерзайте. То есть, будьте смелее. Грешнику разве можно говорить? Дерзай. Да, если начат путь к покаянию. «Даровавшие тебе ими утешат себя. Несчастны те, которые оскорбляли тебя и радовались твоему падению. Несчастны города, которым служили дети твои, несчастна земля, принявшая сыновей твоих. Ибо как она радовалась о твоем падении, веселилась о твоем поражении, так будет скорбеть о своем опустошении. Я отниму у нее радость о множестве ее народа, и хвастовство ее будет в печаль. Ибо придет на нее огонь от вечного на долгие дни, и весьма долгое время она будет обитаема бесами. Вавилон будет, наоборот, разрушен. Сила молитвы. Но молитвы не просто словесных формул, магических. Произнес какой-то текст, все получилось. Но молитвы как изменение образа жизни, которое сопровождается обращением к Богу и поиском премудрости. Ведь прошлая глава не случайна, премудрость нужна. И вот молитва, связанная с деятельным покаянием, и есть шаги к премудрости. Оглянись, Иерусалим, на восток, и посмотри на радость, грядущую к тебе от Бога. Почему на восток не очень понятно? Вероятно, восход солнца. То есть, реально, здесь какая-то конкретная история, связанная с востоком. Там с востока пришло какое-то войско освободить их. Нет, вообще. Персы, они не с востока придут в Вавилонию. Вот идут сыновья твои, которых ты отпустил. Идут, собранные от востока до запада, словом святого, радуясь о славе Божьей. Но по отношению к Иерусалиму, который сейчас разрушен, конечно, с востока они все приходят, хотя будут собраны от востока и до запада. И дальше вот у нас есть книга «Плач Еремии» про Иерусалим. В книге Варуха последняя, пятая, маленькая совсем глава будет «Радостью Иерусалима». Радостью Иерусалима. Продолжение следует...